8 месяцев. Именно столько хозяева поля не побеждали в матчах. Начало поединка между Динамо и Ностой было похоже на барнаульскую погоду в тот вечер. Не жарко, а душно. В первом тайме болельщики наслаждались плюс 30 и солнышком, нежели футболом. Первый удар поворотом возник на 12-й минуте матча, но мимо. На 28-й мяч попал в створ. Наш вратарь ситуацию спас. Самое интересное пришлось на тайм номер 2. Там-то команды наконец раскрылись. И Владимир Завьялов открыл счет на 57-й минуте матча. Передача хорошая, Завьялов, гол! Боковой молчит! Не прошло и пару минут, как арбитр назначил пенальти в воротоносный. И Владимир Завьялов сделал дубль. Звучит он разбег, удар. Ой-ой-ой-ой-ой! Это что? Это как? Калюжный! Мы сейчас со всех камер посмотрели. То есть 11-метровый, который не поставили в ворота соперника. Ну, я не знаю, на совести, наверное, арбитра. А который поставил он в ворота нам. Это вдвойне на совести арбитра. Это просто... ну, нет слов. То есть уже одни эмоции. Но вопросы к вратарю остались. Как можно было пропустить? Но матч на этом не закончился. Пару опасных моментов гости еще создали. А ключевой момент случился под занавес матча. Произошло то, что никто не мог предугадать. Спокойно бы хитрик делал Владимир Завьялов. Господи, если Владимир Завьялов делает хитрик... Но оптимизмом зарядили зрителей. На трибунах был настоящий праздник. За 8 месяцев болельщики соскучились по победам белоголубых. Что касается Владимира Завьялова, то его хитрик первый за его карьеру в Динамо. И отчасти прорывной для команды. После этого матча барнаульцы поднялись на одно место в турнирной таблице. Теперь футболисты готовятся к субботнему матчу против Оренбурга 2. Ждем очередных прорывов. Дмитрий Дроздов. День с толком.